Способов много, как военные летчики обманывают летящие в них ракеты. Международная выставка вооружений. 2013. Источник изображения. РИА новости. Павел Лисицын. Москва. 14 дек РИА новости. Андрей Коц. Боевая авиация, несмотря на выдающиеся ударные возможности, остается достаточно уязвимой. Стоит самолету или вертолету войти в зону действия вражеской ПВО, как он попадает под шквальный огонь. Чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной начинке бортовые комплексы обороны, ПК, способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину. О том, как они работают, в материале РИА новости. Без участия человека. Бортовой комплекс обороны – это сложная система связанных между собой технических средств, предназначенных для своевременного определения угрозы воздушному судну, ее классификации, выработки решения по локализации и противодействию. При полете в зоне боевых действий ПК непрестанно монетарит воздушное и наземное пространство системами пассивной радиолокации и теплопеленгации. Задача заблаговременно выявить характерные признаки ракетной атаки, варианты противодействия угрозе, выход из зоны поражения, радиоэлектронная или иная борьба со средствами наведения противника, постановка помех или физическое уничтожение атакующего объекта. В России каждый самолет или вертолет, участвующий в боевых действиях, в обязательном порядке оснащается хотя бы минимальным набором индивидуальной защиты, системой предупреждения об угрозе, аппаратурой радиоэлектронного подавления и устройствами отстрела тепловых ловушек. Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне 2019 в Подмосковном Жуковском. Источник изображения – РИА Новости, Михаил Воскресенский. Принцип действия Хибин довольно прост. Когда самолет входит в зону действия ПВО противника, он попадает под зондирующий сигнал радиолокационных станций. Хибины намеренно искажают параметры входящего сигнала, и РЛС получает в ответ неверную информацию. Это позволяет серьезно затянуть время обнаружения самолета-носителя КРЭП как объекта атаки для противника, затруднить измерение дальностью до объекта, его скорости и углового положения и захват самолета при переходе в режим непрерывной радиопеленгации. По оценкам специалистов, бортовой комплекс обороны Су-34 и Су-30СМ уменьшает вероятность их поражения системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Как заявляли западные специалисты, мощность комплекса радиоэлектронной борьбы этих самолетов примерно равна уровню оборудования специализированных самолетов РЭП американских ВВС F-111A и EA-18G. Боевое крещение Хибины прошли во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го. Два Су-34 прикрывали действия ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с элементами грузинской ПВО. В частности, они принимали участие в обеспечении боевого вылета Су-24М, который противорадиолокационной ракеты Х-58 и уничтожил ключевую РЛС противника у села Шавшиби под горе. 20 ракет. Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в районе дороги Кабулгерат, Афганистан. Источник изображения – РИА Новости, Андрей Соломонов. Она пошла в серию в 1982-м. Станцию монтировали на верхней части фюзеляжа. При помощи мощной ксеноновой лампы из системы вращающихся линд Слипа создавала вокруг вертолета импульсный поток непрерывно перемещающихся инфракрасных лучей, запутывавших ракету. Суммарная эффективность станции достигала 70-85% по количеству сорванных пусков к их общему числу, однако не защищала от попаданий в корму машины. Современные ПКЛ-370 «Ветебск» для вертолетов практически лишены этих недостатков. Ими оснащены все современные ударные Ми-35М, а также часть транспортно-боевых Ми-8, транспортных Ми-26, разведывательно-ударных К-52 и штурмовиков Су-25 в модификации «Ветебск-25». В 2015-м на полигоне под Ахтубинском по «Восьмерке» с «Ветебском», стоящей на земле, выпустили 20 ракет типа «Игла». Ни одна из них не смогла поразить цель. Ракеты, приближаясь к вертолету, внезапно меняли курс, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Система автоматически обнаруживает пуск ракеты и активирует отстрел пассивных помех ложных тепловых целей и депольных отражателей. Кроме того, включается активная защита в инфракрасном и радиодиапазонах, что приводит к нарушению систем самонаведения ракеты и их уходу на ложные цели. Комплекс может работать в полностью автоматическом режиме, лишь информируя экипажа Ракурсе о такие и характере угрозы, а также о мерах противодействия и об оставшихся средствах защиты. Этот ПК активно используется в Сирии. О его эффективности свидетельствует тот факт, что ни один вертолет ВКС России не был сбит земли огнем ПЗРК. Право на данный материал принадлежат РИА Новости. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...